Спонсором следующего блока является Павловский институт управления имени Столыпина, филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. На календаре почти середина июля, а это значит, что пора подавать документы в ВУЗ мечты. Для тех, кто мечтает обучиться управленческим навыкам, мы пригласили к нам в студию заместителя директора Павловского института управления имени Столыпина, филиала Ранхикс Елену Сергееву. Доброе утро, Елена. Доброе утро. Елена, очень рада вас видеть у нас в студии. Давайте сразу начнем с того, что не каждый абитуриент при поступлении в ВУЗ знает о том, с какой профессией он хочет связать свою жизнь. Ну потому что 17 лет, 17-18 лет, очень сложно определиться с какой-то своей прям будущей профессией на всю жизнь. А вот что должен знать абитуриент, чтобы сделать правильный выбор для того, чтобы поступить в ВУЗ? Смотря о каком этапе мы с вами говорим, потому что, конечно, в идеале, уже подходя к 11 классу, школьник должен понимать три вещи, как минимум. Это какое направление подготовки к специальности хотелось бы ему выбрать в дальнейшем. От этого будут зависеть те ЕГЭ, которые надо будет сдавать, потому что к каждому направлению подготовки к специальности соответствуют те или иные предметы. Ну и, конечно же, ВУЗ, которым он хочет учиться. У кого-то это уже семейная традиция, у кого-то мечта формируется, может быть, под воздействием друзей, знакомых. Социума. Да, совершенно верно. Может быть, кто-то отслеживает, какие наиболее прибыльные профессии существуют. Модные возможности. Модные, совершенно верно. Например, сейчас направление информационных технологий, да. Очень модные, перспективные. Ребята, да, считают, что это очень перспективно. Но при этом они не совсем осоздают ни сложности, ни свои возможности, как они справятся с этой программой. Поэтому, ну, наверное, жизнь-то подкорректирует, поэтому это не так страшно, если даже выбор этот не произошел на этапе 11 класса, возможно, и такое. Бывает, что последовательность такая, что сначала ЕГЭ выбирает, а потом уже начинает выбирать ВУЗ специальность. Такое тоже возможно. Но так как все-таки уровни образования предполагают такие уровни, как бакалавриат, магистратура, специалитет, у такой категории ребят есть возможность получить вот такое вот обучение бакалавриата для того, чтобы понять, то ли это направление, в котором надо дальше развиваться, или, может быть, его стоит сменить, или перевестись, или, может быть, дальше в магистратуру пойти по другому направлению. А есть ли сейчас возможность у людей, которые заканчивают школу, вот именно на пороге стоят выпускники, не выпускники уже, которые уже ищут место, куда поступить, ознакомиться с предложениями, то есть, возможно, вы приходите в школы и даете какие-то ознакомительные уроки. И только мы, и, конечно же, надо этим пользоваться. Поэтому, если мы говорим о тех, кто продолжает обучение, конечно, надо пользоваться всеми теми возможностями, которые дают ВУЗы. Сейчас очень много различных проектов. Ну, самый классический вариант знакомства – это день открытых дверей. Но сейчас еще есть и виртуальные знакомства. То есть, не обязательно ехать в этот ВУЗ, а у нас приезжает с большого количества регионов, и Хабаровска, и Владивосток, и Калининград, и Мурманск, несмотря на то, что, казалось бы, есть там и свои учебные заведения. Но Саратов, он славится именно как студенческий город, поэтому, конечно, выбор здесь значительно богаче. Можно виртуально познакомиться. Но если есть возможность, то надо посещать и другие какие-то проекты, участвовать в конкурсах, которые ВУЗы устраивают. Это позволяет узнать жизнь студенческую изнутри, почувствовать атмосферу ВУЗа и, может быть, определиться даже вот именно профессионально. У нас, например, есть такой проект «Станя студентам уже сейчас», когда в течение дня можно посидеть за партой со студентами 2-3 курса и по той профессии, которую он себе представляет как, наверное, идеальную или возможную, и понять, то ли это, или, может быть, стоит что-то еще изменить в своей жизни. Ну, это очень интересно, если есть такая возможность. И познакомиться с преподавателями тоже. Конечно, и даже и лекции, и семинары, все как обычный студент. Студентам это тоже забавно, и нравится такой вот младший такой товарищ появляется, которого надо опекать обязательно, чем-то помочь. Некоторые ребята настолько втягиваются, что потом ходят по нескольким факультетам. Это совершенно бесплатно. И, конечно, это дает возможность еще и поучаствовать в уме учебной жизни. У нас и в театральных студиях, и в вокальных также участвуют. Ну, и свои конкурсы есть, которые дополнительные баллы дают. Это тоже для тех, кто сейчас закончил 10 класс, очень важная информация. Потому что профессиональные конкурсы, есть всероссийские олимпиады школьников, а есть конкурсы, которые устраивают сами вузы. Вот у нас это, например, президентская академия зажигает звезды. Это и творческие, и общественные направления, научные, и экономические таланты. По итогам этих конкурсов, если становятся победителем, это уже 5 баллов. То есть еще ЕГЭ не сдал, а 5 баллов уже в копилочке есть. То есть один экзамен зачтен уже, да, будет? Нет, это не один экзамен. Это прибавка такая вот именно бальная к ЕГЭ. А вот говоря о современных технологиях, технология поступления в вуз тоже изменилась. Вот если рассматривать ЕГЭ, оно как облегчило жизнь абитуриентам или наоборот усложило? Ну, в первую очередь, я хотел бы сказать, для преподавателей серьезно осложнило. Причем это, наверное, для работников образования и в школе, и в вузе свои сложности есть. Но для абитуриентов, конечно же, это облегчило, потому что раньше это почти полтора-два месяца сдача экзаменов. Сначала надо выпуститься из школы, потом поступать в вуз. Стрессовые ситуации значительно чаще, нежели это сейчас. Хотя сейчас накал страсти, конечно же, такой же, потому что в ЕГЭ так же сложно сдавать, как и обычный экзамен. Но и потом такой вот нервный период ожидания, каковы будут шансы пройти натуральное направление подготовки, бюджет или коммерции. Это самое главное, что волнует. Слушайте, а вот для поступления в ваш вуз нужны ли какие-то дополнительные экзамены или тестирования, или достаточно вот как раз ЕГЭ, достаточно хороших баллов по ЕГЭ? Практически по всем направлениям классический вариант это ЕГЭ. Есть специальность таможенное дело, где сдается, вернее, принимаются два ЕГЭ, это русский язык, общество знаний. И третий предмет экономик, он сдается у нас, как вступительное испытание. Ну и есть категории граждан, которые могут сдавать вступительное испытание в вузе. Это тоже очень важный момент. Некоторые думают, что если не сдали, не набрали должное количество баллов, то можно пересдать его в вузе, ничего подобного. Этим правом могут пользоваться только иностранные граждане, инвалиды, те, кто к этой категории относится, и ветераны боевых действий, и те, кто имеет профессиональное образование, либо среднее, либо выше. Все остальные это только ЕГЭ. Какой же он проходной балл в этом году? Мифический такой вот проходной балл. Самый, наверное, популярный вопрос. На самом деле его не существует, а тогда, когда он существует, он уже неинтересен. Потому что проходной балл – это балл последнего, зачисленного на бюджет. Мы стараемся консультировать своих абитуриентов максимально ежедневно, во всех возможных форматах и режимах, по текущему проходному баллу. То есть хотя бы говорить о том, каковы шансы. Потому что, наверное, самые нервные баллы – это 212-220, когда такая пограничная ситуация. Это за три экзамена, да? Да, да. Сложно сказать совершенно точно. Ну, а есть те, которые 261, волнуются, поступит ли они на бюджет. Ну, а все-таки поступают с такими баллами? Конечно, конечно. Но есть и те, кто из 146, хотят только бюджет. И это, кстати, вот тоже как раз говорится о том, что, хотелось бы сказать, что при выборе профессии самое главное выбирать такую профессию, как бюджет, а все-таки выбрать именно то направление, где хотелось бы получить глубокие знания и построить свою успешную карьеру. Ну, если говорить о Положском институте управления, вот расскажите о ваших проходных баллах. Ну, вот проходных баллов мы сейчас сказали, о приемной комиссии. Расскажите, когда подавать документы, какие документы нужны, ну, вкратце. Вот. И с какого периода уже начинается? По всей России уже на программу высшего образования стартовала приемная кампания с 20 июня. Каждый день идет прием документов. У нас это еще и в субботу до часу дня мы принимаем документы. Будет это продолжаться для тех, кто поступает после школы по ЕГЭ на очную форму, ну, это самая большая такая категория, поступающих до 26 июля. Самые главные документы – это паспорт, аттестат и, пожалуй, все. И желание. Да, и желание. И все-таки какая-то направленность. Потому что иногда воспринимают как обязанность три специальности, пять вузов и мечутся иногда между несколькими городами. Совершенно полярные специальности абсолютно никак друг с другом не связаны. Это тоже такая ошибка. Это сразу чувствуется, что у человека нет все-таки какой-то цели, и он пока только в поиске. А вот если исходить из вашего опыта, чаще всего к вам приходят, вот как вы сказали, то есть династически ведут ваши институты, или же вот по какому-то собственному желанию молодежь сейчас присматриваются. По-разному. Ну, как правило, те, кто уже нас очень хорошо знают, либо к нам ходят уже как домой в разных форматах, и некоторые приходят и говорят, седьмого класса мечтаем. Есть те, кто уже подросли и уже ведут, собственно, своих детей, внуков, потому что все-таки вуз не первое десятилетие существует, поэтому и свои традиции тоже есть. Ну, и те, кто понимают, что это все-таки управленческий вуз, и в первую очередь хочется быть руководителем, такие амбиции, которые надо реализовать, работать в команде, работать с людьми. Вот, наверное, вот все-таки такая категория в большей степени является целевой. То есть это ваша целевая аудитория, амбициозные молодые люди и девушки. Да, совершенно верно. Но вот чаще всего после вашего института идут в политику все-таки или нет? Потому что мы знаем то, что и в этой сфере тоже ваши студенты есть. Говорить о чаще, наверное, очень сложно, потому что, например, на Саратов-24 на канале тоже работают наши выпускники. Мария Смирнова, например, Полин Попенец, которые закончили связь с общественностью. Это направление у нас тоже продолжается. Ну и, конечно же, те, кто идут и в политику, и на госслужбу, ну и в бизнесе тоже есть наши выпускники. Поэтому абсолютно разные направления. Единственное, что объединять образовательные программы, это все-таки блок управленческих дисциплин. То есть это мучат везде. И идет очень хорошее сочетание. То есть это и отраслевая подготовка, и подготовка как управленца. Ну и самое главное, наверное, плюс, это то, что это не только идет подготовка в аудитории или на практике, но и в различных форматах внеучебных. Вот, например, сейчас у нас 9 июля стартовал очередной летний кампус президентской академии в Татарстане, где самые талантливые студенты со своим проектом прошли туда и участвуют в очень интересном международном форуме. Из 32 стран приехали зарубежные студенты, со всей России студенты, самые такие успешные. Для них проводят лекции, тренинги и государственные служащие, и зарубежные хорошие специалисты в области бизнеса. И, ну, очень интересная, насыщенная программа, которая им позволяет проектную работу знать изнутри. А что касается вот постинститутской жизни, да, студентов, есть ли какое-то сопровождение, трудоустройство и так далее? Ну, это главный вопрос, мне кажется, для тех, кто поступает, сможет ли он потом устроиться на какую-то работу? Конечно, это является определяющим, и не всегда это определяющим для конкретной профессии, а, наверное, скорее для вуза, потому что работать по специальности – это такой вопрос риторический, что значит работать по специальности. А вот получить необходимые навыки для того, чтобы успешно трудоустроиться – это очень важно. У нас Центр развития карьеры традиционно занимается этими вопросами с первого дня студенчества, и в различных форматах, и мастер-классы проводят, и встречи с работодателями, и конкурсы совместные с работодателями, и, конечно же, практика, стажировка, по итогам которой ребята трудоустраиваются очень успешно. Ну, и мы не оставляем своих студентов и после выпуска, постоянно интересуемся их дальнейшим продвижением, карьерным ростом, что-то предлагаем со своей стороны, стараемся максимально способствовать успешной карьере. Елена, у нас остается буквально полминутки, мы призываем вас попросить всех наших телезрителей прийти к вам в ваш ВУЗ, ознакомиться с ним, и, возможно, поступить и сделать выбор правильно. Конечно, уважаемый телезритель, приглашаем к нам, и неважно, вы уже закончили школу, или только подходите к этому этапу. Мы всегда рады вас видеть в Паузском институте управления, приемная комиссия находится на Московской, 164. Мы дадим вам очень хорошую консультацию, возможно, покажем свой кампус и пригласим на наши дни открытых дверей, которые уже скоро состоятся. Спасибо большое, спасибо, что пришли к нам этим утром. Мы так интересно рассказали про свой ВУЗ. А у нас в гостях была заместитель директора Поволжского института управления имени Столыпина филиала «Ранхикс» Елена Сергеева. Вернемся к вам через короткую паузу. Оставайтесь с нами. Спасибо.